МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЬЮС Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюс. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали! ТОЧКА НЬЮС История про Мамаева-Кокорище, а точнее про то, как жутко вели себя наши футболисты, гремит уже больше недели. И, конечно, обсуждают ее везде. И дома на кухне, и на светском вечере. Давайте послушаем. В Москве стартовала неделя Каннского кино при поддержке журнала GQ. В день открытия кинотеатр Москва собрал всех киноманов под одной крышей, чтобы представить фильм «Дикая жизнь». Но не только киноискусство в тот вечер стало объектом для разговоров. История о том, как наши футболисты Кокорин и Мамаев избили несколько людей средь бела дня и буквально за сутки лишились карьеры и репутации, многим не дает покоя. Вспомнились и другие истории стремительного полета на дно. Взять тех же Харви Вайнштейна и Криштиану Роналду, которых женщины обвиняют в насилии. Конечно, это плохо, но что поделаешь, как бы это какой-то человеческий фактор, что-то там с ними случается или что-то их двигает, чтобы совершать такие поступки. Я все-таки за то, чтобы подавать хороший пример. Тенденция не нравится, но я считаю, что все люди, которые с этим сталкиваются, конечно, никогда не должны молчать. И вообще любое насилие – это страшно. Надо биться за свою нравственность, за свое частное пространство. Но помоют нас делать сразу, если это произошло, они через 20 лет, создавая непонятно какие условия, то ли для зарабатывания для себя денег, то ли для того, чтобы получить себе дополнительное поблизости жертвы. И если судьбы Вайнштейна и Роналду не совсем наша забота, то что будет с Кокориным и Мамаевым, очень даже интересно. Парней арестовали на два месяца, но есть ли у них шанс на рестарт? Они поиграли хорошо в этот раз, поэтому шанс есть. Главное – не распускать руки и не считать, что если вы Каролина в футбольном поле, то вы можете нарушать пространство других людей. Наверное, шанс есть всегда и, быть может, все исправить. Сдачи им. Да, сдачи им. Женский подход нам ясен. А что думают суровые мужчины в отношении парней? Ну, это было, конечно, некрасиво, это ужасно. У них просто циклон, видимо, какой-то шел на них сильно повлиял. Да жестко надо наказывать, чтобы неповадно было другим просто. И вообще у нас особый, конечно, менталитет в этом плане. Кажется, общество на такие вещи реагирует у нас очень правильно. И наказание, которое будет с ними, будет точно показательным. Другие уже задумаются. Если вам хочется посмотреть мелодраму, можно просто понаблюдать за жизнью Джастина Бибера и Силены Гомес. Их история даст фору любому бразильскому сериалу. Звезды встречались несколько лет, расставались и снова сходились. Встречались с другими, но в начале этого года все же решили быть вместе. Фанаты Джилены были счастливы, да и ребята вроде тоже. Но что-то пошло не так. Пара взяла перерыв, а уже через несколько месяцев Бибер начал на каждом углу лобызаться с Хейли Болдуин и внезапно сделал ей предложение. Силена пережила это тяжело и как бы ни храбрилась, сейчас она в больнице с нервным срывом. Виной тому недостаток лейкоцитов после пересадки почки, паническая атака и, конечно, Бибер и Болдуин, чьи фото не пропадают ни на день из таблоидов. Кстати, Джастин это понимает. Папарацци засняли его плачущим в машине после новости о госпитализации Силены. Хейли при этом ведет автомобиль с бесстрастным видом. Журналу Hollywood Reporter певец заявил, что Силена всегда будет близким ему человеком и в произошедшем он винит себя. Надо сказать, Хейли бьется за Джастина уже много лет. В свое время она даже была фанаткой Джилены. Интересно, отпустит ли она своего возлюбленного навестить Силену? Потому что, кажется, эта любовь все же не ржавеет. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, видимо, вдохновились Титаником и решили снять свою нетленку. Музыкальную и мокрую, но не от слез. 10 часов в общей сложности семейная пара провела под водой на съемках нового клипа «Включи во мне свет». Как гласит пресс-релиз, действия клипа происходят в уникальном месте. Им оказался бассейн Востанкина. По словам артистов, это самое сложное видео в их карьере. Проторчать под водой так долго, при этом не сморщиться, да еще и петь. Героические люди. Ключи во мне свет, выключи мысли, не важно вниз или вверх. Главное, что здесь и сейчас мы вместе. Точка Ньюс Все мы помним свою первую любовь. Поцелуй, звонок. А вот артисты помнят и кое-что не менее значимое. Первый тур. И на днях мы всем миром впервые отправили на эти три буквы клаву коку. Юное поколение Blackstar мафии растет на глазах. Тимати, похоже, обучает своих подопечных всему и даже вежливости. Иначе как объяснить, что молодую девчонку с гитарой более зрелые артисты Blackstar пропустили вперед в свой первый тур? Не считаешь ли ты, что девушка тебя сделала? Она сделала мне 100%. Девушке нужно уступать место, всегда провожать ее вперед, как бы, да? А так как мы джентльмены, мы это делаем с удовольствием. А вообще этим вечером клаву провожали все. Даже мини-пиги устроили забег. Но, увы, победителя Кока с собой не возьмет. Хоть и очень любит животных. Но обещает прихватить с собой кое-что поинтереснее. Это будет, можно сказать, подведение итогов моего всего творчества, которое было. То есть это все мои песни от самых ранних до самых поздних. Также музыкальные премьеры будут. Каждый музыкальный, знаешь, мелочь мы дорабатываем до идеала. Ну а чтобы тур состоялся перед тем, как в него поехать, артисты исполняют особые ритуалы. И сейчас вы поймете, в чем отличие певцов от актеров. У нас есть особая кричалка, которая звучит так «Ой, ой, ой, ни на кого не рассчитывай, бой!» Вот, и она как бы родилась на проекте еще, и она как бы такая связующая элемент наших отношений, потому что если кто-то начинает гнать в туре или вообще начинает немножко там звезду ловить, мы коллективно его осаживаем. Актер кричит «Ура, я подписал контракт и идет работать». Вот и все. А после уже мероприятия, после съемок уже проставляется, есть такое народное мероприятие под названием «Шапка». Там все бухаются и веселятся. В общем, клаву мы сопроводили на путь с имми от уже бывалых турменов. Как сделать так, чтобы эти первые 18 городов не стали последними. Стрессоустойчивость, умение собираться в сложной ситуации и работать, потому что это и переезд, и беспостоянная весна. Надо уметь быть собранным, уметь работать в самой непредвиденной обстановке. Некоторые музыканты выбиваются из режима. Вот, это очень тяжело. И, конечно, надо спать больше. Я желаю всем клаве и к ее команде дисциплины. Так, так. И сейчас несколько слов от моего друга Васи. Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день. И находите в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. И помните, со мной шоу-биз куда интереснее. ТОЧКА НЮС